Неравенство треугольника материал предыдущих уроков. Вспомните, каким соотношением связаны стороны и углы в треугольнике и заполните пропуски. Проверьте, правильно ли вы заполнили. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, против большего угла лежит большая сторона. А теперь вспомните свойства треугольника и определите его вид. Выберите наибольшую сторону. Сравните свои ответы с теми, которые должны быть. Треугольник равнобедренный, остроугольный, большая сторона ПК, так как она лежит против большего угла. Следующее задание. Сравните стороны треугольника МНК, если известно, что угол Н больше угла К, а угол К больше угла М. Проверьте, все ли у вас получилось. Сторона МК больше стороны МНК. Назовите больший угол в треугольнике НСХ и меньший угол в треугольнике ДЛР. Проверим. Больший угол С, потому что он лежит против большей стороны. Меньший угол Д, потому что он лежит против меньшей стороны. Если справились со всеми заданиями, вы молодцы. Это поможет вам разобраться с темой неравенства треугольника. Теорема. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон. Запишем неравенство треугольника для каждой стороны. Сторона АВ меньше суммы сторон АС и ВС. Сторона АС меньше суммы сторон АВ и ВС. Сторона ВС меньше суммы сторон АВ и АС. Проведем доказательство теоремы. Дан треугольник АВС. Докажем, что сторона АВ меньше суммы сторон АС и ВС. Для этого выполним дополнительное построение. Отложим на продолжение стороны АС отрезок СД, равный стороне ВС. Получим равнобедренный треугольник ВСД с основанием ВД. По свойству равнобедренного треугольника угол 1 равен углу 2. Рассмотрим треугольник АВД. Угол АВД равен угол АВС плюс угол 1. Следовательно, угол АВД больше, чем угол 1. Так как угол 1 равен углу 2, то угол АВД больше угла 2. Таким образом, в треугольнике АВД угол В больше угла Д. Учитывая, что в треугольнике против большего угла лежит большая сторона, получим неравенство АД больше АВ. Так как сторона АД равна сумме отрезков АС плюс СД или равна сумме АС плюс ВС, так как отрезок СД равен стороне ВС, то имеем неравенство АС плюс ВС больше АВ. Таким образом, в треугольнике АВД угол В больше угла Д. Учитывая, что в треугольнике против большего угла лежит большая сторона, получим неравенство АД больше АВ. Так как сторона АД равна сумме отрезков АС плюс СД или равна сумме АС плюс ВС, так как отрезок СД равен стороне ВС, то имеем неравенство АС плюс ВС больше АВ. Или АВ меньше АС плюс ВС. Доказали, что сторона треугольника АВ меньше суммы двух других сторон. Аналогично можно доказать неравенство для других сторон треугольника. Из теоремы вытекает следствие. Каждая сторона треугольника больше разности двух других сторон. Т.е. сторона АВ больше разности сторон АС и ВС. Сторона АС больше разности сторон АВ и ВС. Сторона ВС больше разности сторон АВ и АС. Мы доказали, что в треугольнике каждая сторона меньше суммы двух других сторон. Ответим на вопрос, существует ли треугольник с данными сторонами 7, 14 и 10 и 3, 8 и 13. Достаточно проверить выполнение неравенства только для большей стороны. В первом случае большая сторона 14 меньше суммы сторон 7 и 10. Неравенство верное, значит треугольник существует. Во втором случае большая сторона 13 должна быть меньше суммы двух других сторон. Получилось неверное неравенство, значит треугольник с такими сторонами не существует. Подумайте и ответьте, существуют ли треугольники с данными сторонами. Проверьте, верно ли вы ответили. Второй случай. Допустим, что основание равно 25 см, а боковые стороны 10 см. Тогда сторона 25 должна быть меньше суммы двух других сторон. 10 плюс 10. В этом случае неравенство не выполняется. Следовательно, треугольник с такими сторонами не существует. Значит, ответ в задаче – основание равно 10 см. Рассмотрим еще одну задачу. Известим периметр и одна сторона равнобедренного треугольника. Найти другие стороны. Ребята, сейчас нажмите на паузу и решите задачу самостоятельно. А теперь проверим ваше решение. Так как неизвестно, основание или боковая сторона равна 8 см, то рассмотрим два случая. Первый случай. Пусть боковые стороны равны 8 см. Найдем основание МК. Из периметра вычтем сумму боковых сторон. Получим 16 см. Проверим выполнение неравенства треугольника. 16 меньше суммы 8 плюс 8. Это неравенство неверное. Значит, треугольник с такими сторонами не существует. Второй случай. Пусть основание равно 8 см. Найдем боковые стороны. Из периметра вычтем основание и разделим на 2. Боковые стороны равны 12 см. Проверим выполнение неравенства треугольника для большей стороны. 12 меньше суммы 12 плюс 8. Неравенство верное. Значит, две стороны треугольника равны по 12 см. Для самостоятельного решения я предлагаю вам две задачи. Подведем итог урока. Сегодня на уроке вы узнали, в чем заключается неравенство треугольника. Применяли неравенство треугольника при решении задачи. Я надеюсь, что материал вы усвоили хорошо. И предлагаю вам закончить следующее предложение. Сегодня на уроке я узнал. Я сумела самостоятельно? На этом уроке я похвалил бы себя за... Если у вас еще остались вопросы, используйте дополнительные источники. Наш урок закончен. До свидания. Желаю вам дальнейших успехов. Субтитры создавал DimaTorzok